Ранковый гость Что стало причиной вообще создания этого проекта? Ну, идея зародилась в феврале, сразу после, наверное, вот этих всех праздников новогодних. Было какое-то, знаете, такое ощущение, вот, серость, скучно, ничего не интересно, как бы вот однообразие какое-то. Душа хотелось праздника. Да, захотелось чего-то нового и захотелось какого-то вдохновения, да, и я вот обращаю внимание на тех девочек, да, которые вот у меня в проекте, я на них обращаю внимание вне проекта, да, когда работаю, вот у меня какие-то мысли, идеи, там, может быть, депрессия какая-то там, да, сезонная. Вот, и я подумала, почему бы не снять вот проект о таких девочках, не снять портреты. И началось все с одного портрета, потом дальше, 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 я рассказывала. Кто был ребютный? Первая была Валя Шевченко, потом дальше, 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 и вот я рассказывала девочкам, то есть я не знала до конца, будут они готовы, согласны ли они принять участие. Я рассказывала идею, они соглашались, и вот так вот. Девять героинь, люди, которые вас изменяют, вас направляют, вдохновляют, со всеми были знакомы лично или пришлось ради проекта с некоторыми познакомиться? Я была знакома вот через соцсети, через телевидение, допустим, вот Света, мы с ней не были знакомы, то есть лично, я ей написала, я с ней встретилась, поговорила, ей понравилась идея, и мы согласились, ну, она согласилась делать все. Я еще до того, как идея, я так понимаю, рождалась и вообще создавалась эта фотовыставка, видел уже у Светы несколько фотографий, бэкстейджа, скажем так, с фотосессии, думаю, боже, что это там, где-то Света уже снимается. Думал, что это для, скажите, пожалуйста, оказалось для нового фотопроекта, если честно, фотографии вдохновляют, потому что смотришь, все привстали в каком-то необычном виде, ну, Света так 100%. Это, конечно, рука уже мастера, и многие написали позитивные отзывы, я негативных не нашел, потому что фурор большой был в сети-центре, в день открытия. Да, но если были бы негативные отзывы, это тоже мнение, и я считаю, выражать свое мнение, ну, все имеют право. Если бы негативные, ничего, то есть, вроде бы. Если к критике относитесь так спокойно, были ли тогда советчики, возможно, либо критики во время вашего выбора героинь, кто-то подсказывал, может, обратить внимание на ту или иную девушку? Ну, были, да, конечно, во время проекта, и я обсуждала вот героинь, допустим, свой выбор, я обсуждала с другими людьми, и люди говорили, да нет, она, допустим, не подходит, или да, она идеально подходит. То есть, у каждого свое мнение, но это люди, которые конкретно для меня важны, да, и они все очень разные, я не могу сказать, что девочки там по характеру похожи, по внешности, они кардинально противоположны личности, противоположны мне даже. Самое главное, что они личности, и это всегда привлекает. А по поводу фотовыставки, есть ли в планах сейчас сделать ее, возможно, в других уголках страны, Львов, Одесса, Киев, города, где вас знают как фотографа, перевести ее, скажем так? Я бы хотела, но сейчас у меня новый проект, вот я думаю о новом проекте, да, о подготовке, потому что любой проект – это месяц подготовки усиленной, это я уже поняла. Для того, чтобы достойно открыть выставку или какой-то проект, нужно очень-очень сильно много готовиться. Я бы хотела, но времени, наверное, нет сейчас. 28 октября 2016 года был еще один фотопроект, была первая персональная выставка о детстве, об этих прекрасных летних моментах. Готовились к ней очень усердно, потому что мы, помню, общались тогда в соцсетях, в Киеве были, никак не получалось прийти в эфир. Теперь вот 8 марта еще одна фотовыставка, и уже говорились о том, что есть идеи над созданием новой. Что это будет? Кто станет героем, возможно? Я вот была недавно на Занзибаре, очень хочу людям рассказать о путешествии, об этом, впечатлениях, много фотографий интересных, действительно достойная фотография. Я вот сама как фотограф, да, если даже такое мнение объективное, очень хорошие фотографии, фотографии детей. Хотела бы рассказать о вообще-то ситуации на Занзибаре, как там отдыхать и вообще красивых каких-то местах. То есть это будет такой своеобразный лайфхак от вас? Ну да, можно сказать. Комментарии какие-то будут фотографиям, аналогично, как здесь было к портретам, или будет просто с названием? Я хочу провести встречу, то есть это не будет как выставка, знаете, там какое-то открытие. Это будет, наверное, встреча, на которой я буду рассказывать о Занзибаре, показывать фотографии. И не такой формат выставки, как обычно привыкли, то есть как встреча больше. Отлично. Будет возможность уже пообщаться у всех любителей вашего творчества, лично задать все вас интересующие вопросы? Да, конечно, потому что я приехала, и вот у меня буквально каждый, ну как там, как там, как там, что там интересного, и рассказывать. Я прихожу, допустим, к кому-то в гости, и каждый раз рассказываю одно и то же. Да, да. Заучиная уже, да? Я решила собрать просто всех и рассказать, и показать фотографии, которых еще не было совсем. Одним махом накрыть, скажем так, всех информацией. Да. Ну что ж, будем надеяться, что очень скоро увидим этот проект. Уже есть в планах хотя бы время, когда это примерно будет? Да, это конец марта, 26 число. Скорее всего, это будет Хмельной Патрик, потому что там есть очень хорошая аудитория, хорошая... Локация вообще для... Да, да, хорошая локация, вот, и есть где присесть людям. Ну что ж, наши журналисты, как всегда, приедут, снимут, покажут вам, дорогие друзья, тем, кто, к сожалению, возможно, не сможет прийти лично. Ну и, конечно же, приходите. Александр Барсук приглашает. Дякую вам за то, что сегодня был разом замык. Да, спасибо вам большое, что пригласили, и спасибо всем, кто мне помогает в моих проектах. Большое спасибо. Сити-центр, например, откликнулся на эту идею, и вообще девочки помогали. И в любых моих проектах мне очень помогают друзья и люди заинтересованные, кому нравится. Ну что ж, консолидируем, как говорится, свои силы для того, чтобы создавать творчество и новое позитивное пространство в Николаеве. Вам спасибо большое за то, что создаете такие проекты, вдохновляете творить, жить и смотреть на прекрасные уголки нашей планеты и прекрасных людей, которые окружают нас рядом. Александр Барсук сегодня был у нас в гостях. Нагадую тем, кто, может быть, что-нибудь улучшился.